Ребят, как вы думаете, чему были посвящены мои мысли во время отпуска? Кроссовкам, конечно же кроссовкам, но не просто кроссовкам, а самым значимым из них. Речь о моделях, которые своим появлением серьезно изменили современную индустрию баскетбольной обуви. И на ваш суд я представляю сразу 10 таких судьбоносных кросс. Ну что, поехали! На Олимпиаде 2000 года свершилось нечто. И автором этого нечто стал Винц Картер собственной персоной. На его ногах были кроссовки Nike Shox BB4, предлагающие абсолютно новую, невиданную доселе технологию Shox. Естественно, что после его полетов эти кроссовки были обречены на успех. А данная технология амортизации на долгое время захватила власть индустрии. Ведь только самые ленивые компании не попытались представить свою ответку механической амортизационной технологии. Adidas, Reebok и многие другие, все они пытались, пытались, пытались до того момента, как стало ясно, что будущее амортизации баскетбольной обуви совсем не за механикой. И только после этого все успокоились. Хотя нет, Reebok пытался изобрести велосипед до последнего. Тем не менее, за то влияние, что эти кроссовки в свое время оказали на баскетбольную индустрию, я считаю, что они достойны того, чтобы открыть с собой мой топ. В 2010 году, уже после того, как Nike захватил всеобщее внимание одной своей замечательной технологии, о которой я непременно расскажу чуть позже, появилась и другая. И поверьте, представить без нее современную баскетбольную обувь просто невозможно. Речь о фьюзе или изначально о гиперфьюзе. Ведь это легкая, дышащая и сверхпрочная технология, которая идеально подходила для уличных баскетбольных кроссовок. Да, сейчас, к счастью, и ее роль при создании игровой обуви серьезно так ограничили. И тем не менее, взгляните на современные карии, на баскетбольные адидасы, и вы поймете, что фьюз никудашеньки не делся. Да, кроссовки, которые нас с данной технологией познакомили, это, конечно же, Nike Zoom Hyperfuse. Как сейчас, помню чемпионат мира 2010 года в Турции, который я лицезрел своими глазами. И Кевин Дюрант во главе команды. А еще гиперфьюзы в большом количестве крутых колорвеев, включая расцветки других стран. Серия Hyperfuse еще некоторое время выпускалась компанией и прекратила свое существование на версии 2013 года. Но данная технология, как вы понимаете, актуальна и по сей день. Естественно, что из-за столь мощного влияния, оказанного фьюзом, я просто не мог лишить кроссовок Nike Hyperfuse их законного девятого места. Друзья, если вы считаете, что в данном рейтинге все места расписаны под Nike, то вы глубоко заблуждаетесь. И восьмое место тому доказательство. Ведь здесь находятся кроссовки, основная технология которых серьезно встряхнула баскетбольную индустрию. Это скорее концепция под названием Fit Your Wear, которую внедрил Adidas в 95-м году. Благодаря ней бегать в таких кроссовках почти так же естественно, как и босиком. За годы компания развивала и модифицировала свою популярную и востребованную концепцию, снабжая ее новыми моментами и порой добавляя различные материалы и технологии. И даже сейчас в том или ином виде Fit Your Wear нашла свое применение в продукции чуть ли не каждой современной компании, выпускающей игровую баскетбольную обувь. И несмотря на то, что первыми баскетбольными кроссовками, в которых она была внедрена, были Equipment Top 10. Прославили на весь мир ее именно первые именные кобики Equipment KB8. Они же Adidas Crazy 8, которые и получают от меня заслуженную восьмерку. Вы заметили, насколько современные игровые кроссовки отличаются от тех, что были, скажем, лет 10 назад? О да, ведь теперь большинство их в качестве материала внешки содержат тканевую плетенку. И на сегодняшний момент это уже своего рода стандарт качества. Это мы понимаем сейчас. А тогда, в 2012 году, подобное было просто дико. Революцию совершили кроссовки Nike Flyknit Racer, как раз и представившие всему миру технологию Flyknit. Но то были беговые кроссовки, а это, как вы понимаете, своя песня. А как же быть с баскетбольными? Ведь не все, что идеально функционирует в беговой обуви, станет работать и в баскетбольной. Ответ на этот вопрос дали кроссовки Nike Kobe 9 Elite, впервые интегрировавшие тканевую плетенку в баскетбольные кроссы. Произошло это в декабре 2014 года. И это было мощно. Сейчас же тканевой материал активно используется не только Nike, но и Adidas. Кстати, их версия под названием Prime Knit мне нравится несколько больше. Но и у других компаний, известных и не очень, есть своя тканевая плетенка, которая неизменно предлагает комфорт из коробки, классный фит, небольшой вес и хорошую вентиляцию. Но первых мы, понятное дело, не забудем. Именно поэтому 9 Elite Kobe и заслужили от меня 7 место. Air Go LWP это первые баскетбольные кроссовки, официально представившие технологию Nike Zoom, которая на тот момент имела название Tenzil Air. На протяжении 20 лет именно она считалась эталоном амортизации. И несмотря на многочисленные попытки других компаний что-либо противопоставить Zoom, ничего адекватного им предложить так и не удалось. Будучи весьма низкопрофильной, данная технология позволяла адекватно гасить большинство ударных нагрузок, без потери чувства корта. Пожалуй, LWP далеко не самые популярные кроссовки Zoom того времени, так как после них были 96-е Flight. Столь эффектно представлены пение компании на Олимпиаде того года. Ведь даже если вы спросите у уолдов, какие кроссы первыми представили миру Zoom, наверняка многие назовут вам именно Flight 96. Но если и выбирать судьбоносную модель, то я все-таки назову Air Go LWP. Ведь именно они очутились на передовой, а значит просто обязаны быть прописанными в моем топе. Помните рекламу 2015 года, когда еще очень бодрый Роуз говорил, что Буст изменит все? А ведь именно так все и произошло. Да, к сожалению, для самого Тароуза точно. Но произошло это все не из-за Буста. Для всего мира стало очевидно, что Буст это действительно будущее в амортизации. Вчерашние стандарты, такие как Найковский Zoom с его множеством вариаций, постепенно начали отходить в прошлое. Буст был комфортным из коробки и чертовски отзывчивым. К тому же его амортизационный ресурс со временем не снижается. Именно поэтому он и стал амортизационной технологией номер один. И пусть сами Пятые Розы получились не идеальны, представленная именно в них технология раз и навсегда изменила баскетбольную индустрию. Достойно ли подобное Пятого Места, если вы спросите лично меня, то я скажу, конечно, да. Никогда не забуду 2008 год. И дело даже не в моей свадьбе, из-за которой я, черт возьми, пропустил запланированную посещение Олимпиаду в Пекине. К счастью, ее не пропустил Найк, который на данное популярное спортивное событие, как всегда, припас самое вкусное. И не побоюсь этого слова, судьбоносное. Hyperdunk. Речь о кроссовках Найк Hyperdunk, легких и комфортных, которые представили всему миру технологию Flywear. И как вы думаете, кто представил всему миру самые легкие баскетбольные кроссовки? Конечно же он, вездесущий мистер Блэк Мамбо. Прыжки через мчащийся Астон Мартин. Прыжки через бассейн со змеями в компании чудаков. Да, Коби на все 100% отыгрывал свою роль. Как сейчас помню, после этого запустилась самая настоящая цепная реакция. И кроссовки большинства брендов начали активно худеть. Adidas пыжился и тужился, чтобы представить свою версию самых легких кроссовок. Но чем это все закончилось, я рассказал в недавнем своем видосе. Да, технология Flywear претерпела очень серьезные изменения. И современное ее поколение, на первый взгляд, не имеет ничегошеньки общего с версией 2008 года. Но, поверьте, это не совсем так. И учитывая то, насколько Flywear, ее многочисленные версии и модификации востребованы в современной игровой обуви, я не имею никакого морального права не расположить в этом рейтинге кроссовки Найк Гиперданк. Впервые познакомивший весь мир с этой замечательной технологией. Задолго до полетов Майкла Лигу захватила Air Max. Боже, сколько ей было уделено внимания тогда. Да и чего уж там. Даже сейчас. Популярные сегодня рэперы, вчерашние пацаны, рассказывают, как они фанатели от форсов. Почему именно от форсов? Да потому что именно Найк Air Force 1 представили всему миру технологию Air Max. Правда, в скрытом виде. Да, большая шестерка также внесла свою лепту в популярность форсов и в востребованность этой технологии. На тот момент, да и на протяжении долгого времени, Air Max была одной из самых популярных технологий амортизации. У множества компаний есть свои ее аналоги. И даже сейчас, спустя почти 30 лет, пусть и изредка Найк выпускает кроссовки с полноразмерным баллоном Air Max. И учитывая столь мощное влияние на баскетбольную индустрию и сникер-культуру, я не имею никакого морального права не отдать первым форсам их законного третьего места. Взгляните на современные баскетбольные кроссовки. Да, снова взгляните. Независимо от фирмы-производителя, подавляющее их число – это низкие игровые модели. Но поверьте, так было далеко не всегда. Вот, к примеру, в 2008 году было совсем не так. Но все изменил один человек. Наверняка вы догадались, что речь о Коби Брайнте, который решил, что его следующей именной моделью станут низкие кроссовки. Естественно, что дизайнеры и маркетологи бренда изначально его послали. Но не резко, конечно, послали, а элегантно и тонко так. Все-таки Коби. Но Коби не был бы самим собой, если бы отступил. И с настойчивостью до стойной смертоносной рептилии убедил их. А вместе с ними и весь баскетбольный мир в том, что играть в низких кроссовках – это реально круто. И вы только не думайте, что до него никто не пытался этого сделать. Тиф Нэш, Гилларинос и многие другие – всех их объединяет тот факт, что у них это тупо не получилось. И первыми баскетбольными кроссовками, после которых сознание многих из нас кое-что действительно перемкнуло, как раз и стали Найк Коби 4. Да, получились они не идеальными, и последовавшие за ними пятерки это лишний раз доказали. Но они были первыми и, следовательно, революционными. Не учесть данный факт и не воздать им за все сполна, я считаю просто кощунством. Отсюда и второе место. Друзья, наверняка вы помните историю, когда Майкл выходил на паркет в своих разноцветных первых именных, и лига его за это штрафовала. Помните ведь? Так вот забудьте, ведь на нем были кроссовки Найк Эйр Шип. Именно они и стали первой разноцветной моделью, побывавшей на ногах воздушного Майкла. Но любая история всегда нуждается в грамотной подаче, а с этим в Найке никогда не было проблем. Вот нам и подали первые Джорданы, как забаненные кроссовки. И в итоге получилась очень красивая легенда, в которую многие из нас охотно верят и по сей день. Но кроме шуток, именно после появления Майкла в своих именных кроссовках, игра изменилась до неузнаваемости. И я сейчас вовсе не о баскетболе. Первые Джорданы запустили цепной механизм, трансформировавший лигу в то, что мы можем наблюдать сейчас. Культ кроссовок, многомиллионные контракты атлетам, рафлы, кастомы, эксклюзивы. Все это началось именно из-за решения Майкла в свое время надеть разноцветные кроссовки. Естественно, что подобные решения и его последствия как раз и стали, на мой взгляд, определяющим при расстановке мест в сегодняшнем рейтинге. Именно поэтому первые номерные его воздушства находятся вне конкуренции и возглавляют данный топ. Не знаю, ребят, как вы, но лично я сам под впечатлением от тех моделей, которые тут были названы. Сразу столько воспоминаний из прошлого, мыслей, переживаний. Безусловно, кое-кого в данном рейтинге я не указал. В него я сознательно не включил ни первых чаков на минуточку первой баскетбольной кроссовки, ни низких котов, ни хуаратчиков 2K4 с концепцией фри, ни даже фомок. И если вам от этого станет легче, подобное решение мне далось нифига не просто. В данном рейтинге также нет и кроссовок Adapt BB, в которых представлена автоматическая шнуровка. Но это и не удивительно, так как, во-первых, пока еще рано, и все эти хвалебные возгласы, подписанные компанией эндорсеров, по сути, ни к чему не обязывают. К тому же я тупо не верю в эту технологию, а также в то, что за ней какое-то там прям яркое будущее. Друзья, возможно, есть какая-то еще незаслуженная забытая технология или модель баскетбольных кроссовок, которая надела слишком много шуму. Если это так, и я по какой-то причине ее забыл, то непременно исправьте положение и напишите свою вершину в комментариях. Я непременно прочту все ваши комментарии и постараюсь ответить на некоторые из них. И еще, ребят, вы не заметили, что Коби в той или иной степени поучаствовал в реализации сразу четырех судьбоносных кроссовок из данного топа? Хотя на самом деле их, конечно же, намного больше. Не круто ли это, а? Поэтому, несмотря на Майкла, который, простите, писает истории, я считаю именно Брайанта, человека с просто феноменальным кроссовочным чутьем. И как следствие, чуть ли не самой значимой персоной в баскетбольной обувной индустрии. Опять-таки, друзья, буду очень рад прочесть ваши мысли в комментариях относительно степени важности этих двух персон. Народ, на сегодня все. Понравился ролик, не жалея своего самого значимого кроссовочного лайка. Всем спасибо и увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!